Привет, это набросок очередной с педагогическим оттенком. Прощай, школа! Наверняка, прощай, школа! сказали воронежские школьницы на днях, когда у них под одеждой в момент прохода в школу на экзамен что-то зазвенело. Прощай, школа! наверняка сказали они и добавили еще несколько слов на чистом русском языке. Только не знаю про себя или вслух, думаю, что может быть и вслух, потому что сегодняшние школьницы старших классов в России матерятся гораздо мощнее, чем в годы моей юности. Это делали докеры, рабочие горячих цехов и военнослужащие. Сегодня мы живем в другое языковое время. Прощай, школа! И у воронежских школьниц что-то зазвенело при проходе в школу на экзамен. Металлодетектор показал, что это могло быть. Не дай бог оказаться на месте того охранника в дежурстве, которое этого произошло. Во-первых, это может быть оружие. Скул-шутинги сегодня суровая реальность наших дней. Это могут быть пистолеты, это могут быть ножи, это могут быть взрывные устройства. В конце концов, что еще страшнее, это могут быть мобильники, которые зазвенят, не дай бог. И туда будут приходить школьницам подсказки для правильных ответов на те или иные вопросы. Что делать несчастному охраннику? Ведь, насколько мне известно, в наших школах еще не сделано, как в наших тюрьмах, охранники мужчины и охранники женщины, чтобы досматривать девушек. В результате юридический тупик. Прощай, школа, мать твою! Подумал я, и тут меня пробило сильным зарядом электричества. Я вдруг понял, что прямо сейчас, в эти дни, ровно в эти дни, у меня, как у некоторых моих товарищей, 50 лет. Ровно, как мы закончили школу. Ту советскую школу, в которой не было ни скулшутингов, ни рамок металлодетекторов, в которых не было охранников на входе, потому что это было полвека назад, и это была совсем другая жизнь. И про это я кое-что сегодня хочу сказать. Подписывайтесь только на наш канал в ютубе, и приходите к нам в телегу, где канал тоже называется «Набутылы», ставьте лайки. Мы за это вместе с моими одноклассниками скажем вам большое-большое спасибо. Ну, в общем, кое-что про школу. Мне казалось, что совсем недавно мы отмечали 25 лет окончания нашей школы. Ну, может, в прошлом году, а на самом деле прошло четверть века. Я очень хорошо помню, это был май 99-го года, и тогда казалось, что впереди светлая жизнь, потому что за несколько месяцев до того, в августе 98-го, случился дефолт. Тот самый, который обнулил все наши маленькие на тот момент сбережения у всех, мы остались все абсолютно голыми. Но в 99-м как-то жизнь постепенно стала налаживаться, и казалось, что уже больше никакой гадости в нашей жизни никогда не будет, и мы проживем ее светло и радостно. Я уже хотел так показать, извини. Вот прошло еще 25 лет, и мы сегодня живем той жизнью, которая началась в 22-м году, 24-го февраля. Я, естественно, бросился искать следы своего школьного альбома, естественно, не нашел. Стал спрашивать моих одноклассничков, у которых тоже у большинства неизвестно, где находится школьный альбом, и лишь у одной моей одноклассницы. Спасибо ей, она человек очень четкий, всю жизнь провела в очень точных науках. Не называю ее, для того, чтобы нароком не подставить, ей все-таки иноагент как-никак. Я. Мало ли там лишняя дружба со мной. Может, кого-то напрячь. Во всяком случае, спасибо ей за то, что она сохранила этот альбом, и вот сегодня я могу его глянуть вместе с вами. Вот он красненький, наши педагоги, некоторые из наших девочек, некоторые из наших парней. И я тут справа на одной из картинок, комментарии я бы не даю, прически у всех теперь не такие, как на этих фотографиях. Прошло 50 лет вот так вот на раз, и я сейчас вдруг понял, в какой другой жизни мы тогда жили. Ну, совсем просто реально, в другой, в другой жизни. Знаете, сегодня анекдотец старенький уже, что если в той жизни вы кому-то сказали, прости, не могу тебя сфотографировать, потому что телефон дома забыл, то вас бы отправили в сумасшедший дом. Сегодня это нормально. А тогда нам повезло. Мы закончили в 74-м году, в эпоху еще не позднего маразма Брежнева. Еще не случился его инсульт, после которого он шамкающим голосом говорил «Товарищи, товарищи и друзья». Он еще был более-менее нормальным. И он еще не стал писателем, творение которого необходимо было отвечать на экзамены, которые были включены в школьную программу экзаменов по литературе. В год, когда мы заканчивали, Брежнев, конечно, уже был глубоким стариком, но не шамкающим. Глубоким стариком настолько, что ему было столько же лет, сколько сегодня мне. Пройдет чуть-чуть времени, будут опубликованы его романы, общим тиражом 15 миллионов экземпляров, если не больше, которые должны будут изучать все школьники Советского Союза от Эстонии до Чукотки. И в телевизионной версии по центральному советскому телевидению и будет вслух читать главный штиллер Советского Союза народный артист Тихонов. Нам повезло обойтись без таких экзаменационных вопросов, как появились потом. Но я очень хорошо помню, как на экзамене по истории, истории обществоведения назывался такая дисциплина, смотрите, какая у меня память. Я помню все вопросы на тех экзаменах, по которым я был хуже всего подготовлен. Я был хуже всего подготовлен по химии, по физике, был внутренне готов, что там будет двойка или тройка. Мне страшно повезло с билетами. Я очень хорошо помню вопросы по истории. Второй вопрос был моральный кодекс строителя коммунизма. Я хочу напомнить всем, кто помоложе, что никаких ЕГЭ тогда не было. У нас было восемь экзаменов. Математика, письменный русский, устный русский, литература, физика, химия, история, обществоведение, как я сказал, что там я еще забыл. Ну, в общем, восемь. И был у меня моральный кодекс строителя коммунизма. И я его знал. Моральный кодекс строителя коммунизма. Там было, я уже не помню, сколько, 15 пунктов, кажется, да? Это сейчас Путин говорит, что это примитивное изложение Библии. Еще больший знаток Библии коммунизм Зюганов рассказывает о том, что Библия талантливее написана, чем моральный кодекс строителя коммунизма. У тебя должен был в момент доклада о моральном кодексе, каждое слово должно было отлетать от зубов. А так, пункт первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Пройдет много лет. И известный общественный деятель и философ и публицист по фамилии Бурлацкий, работавший в ЦК партии, расскажет в своих мемуарах о том, как он, сотоварищи, придумал этот моральный кодекс. Это было в 61 году. Они сидели на какой-нибудь из загородных дачи ЦК партии и готовили документы к съезду партии. 61 год, съезд Хрущевский, когда будет принята новая программа КПСС, обещающая построить коммунизм. Так вот, на этом съезде Хрущеву захотелось, чтобы было что-нибудь про моральный кодекс. Раздался на даче у Бурлацкого, служебная дача, телефон откуда-то из Кремля, Никита Сергеевич просит что-нибудь про моральные правила. И ребята за полтора часа, перемежая коньяком и чаем, быстро придумали, набросали какой-то текст, который мы потом, несчастные советские школьники, должны были зубрить наизусть для экзамена по истории и обществовению. Моральный кодекс строителя коммунизма. Где тут моральный кодекс? Примерно там же, где коммунизм. Прошло 50 лет, это другая страна, это другая жизнь, это другой народ, другие мозги, другие законы. Тогда мы могли стебаться тихонечко промеж собой, а иногда и в разговорах с преподавателями нашими школьными, о том, что происходит в стране. Можно было в открытую говорить о том, что в стране с каждым днем становится все меньше продуктов на прилавках. Что преподаватели школьные давали нам аккуратно читать запрещенные произведения или полузапрещенные произведения. Были и такие, и никто никогда на них не донес. Никто никогда. Все понимали, что есть официоз, а есть реальная жизнь, где есть другие интересы и где есть человеческая правда жизни. Сегодня все изменилось. Сегодня практика доносов на учителей школьных стала повсеместной. Доносят ученики на учителей, доносят родители на учителей со слов учеников. Доносят. Я знаю очень много педагогов средней школы российской, которые уже стали жертвами доносов. Особенно тяжело тем, кто преподает общественные дисциплины. В первую очередь литературу, естественно географию и историю. На уроках географии нужно заполнять контурные карты. Куда и как отнести Херсонскую область, Запорожскую область, Донецкую область и Луганскую область? Куда? Что сказать педагогу детям? Я не знаю. Так же, как не знает педагог. Потому что он не знает, кто из детей потом пойдет на него жаловаться и доносить. Что педагог сказал, что это Украина. По всем мировым законам это Украина. Что делать педагогам по истории? Российская история это непредсказуемая наука, где все меняется. Что делать? Люди бегут из школы. Вот что сегодня происходит. Если, конечно, могут найти какое-то место работы и могут преодолеть в себе, ну допустим, победить, вырезать из себя любовь к работе с детьми. Есть такие настоящие педагоги по призванию, я знаю таких. Раздвоение личности, это шизофрения. Им приходится лавировать между действительно любовью к профессии, к детям, которым отдан десятки лет, и тем, что сегодня им приказывают говорить. Приказывают говорить. И это уже становится опасной ошибкой, если ты какую-то совершил. Единый государственный экзамен по истории. Я ради интереса залез и посмотрел на демонстрационные вопросы в билетах. Исторические. Вам предлагается, дорогие школьники, представьте себе на минуточку, что у вас перед нами такая табличка. Значит, есть несколько исторических событий. Внимание, слушайте. Ледовое побоище. Московская битва. Полтавская битва. Специальная военная операция. Уже в этом заложена невероятная подлая ложь. Потому что словами Путина было четко сказано, что специальная военная операция – это не война. Ни в коем случае. Ну, какая же война против родственного народа? Ну, как же так? Полтавская битва – это война. Северная война. Московская битва – это Вторая мировая Великая Отечественная война. Ледовое побоище – это бесконечная цепь сражений, которую вели русские князья. Извините мне, это XIII век. И русские, и нерусские там все друг с другом воевали. А здесь какая-то маленькая специальная военная операция. Но она ставится в одну табличку рядом с этими историческими событиями. А в другой части этой таблички имена полководцев. Александр Невский. Кто там еще? Ну, если Полтавская битва – это, наверное, Петр Первый или Шереметьев, или кто-нибудь из его больших командиров, я просто сейчас не помню. Московская битва – это битва под Москвой, 1941 год. Фамилия Виктора Тололихина, легендарного героического летчика, который таран использовал в воздушном бою, пожертвовал собой для того, чтобы сбить вражеский самолет. Герой войны настоящий. Кто-то там еще фигурирует, сейчас уже не помню. А. В какой-то табличке фигурирует знаменитый белый генерал Скобелев, герой русско-турецкой войны, красавец-мужчина, умерший на руках у проститутки в столешней ком-переулке, не дожив до 50 лет, будущий главком, считали российской армией. Короче говоря, все героические, исторические персонажи прошлых войн. И рядом с ними женщина по фамилии Ольга Качура, которая воевала в так называемых подразделениях ДНР и ЛНР, погибла, получила звание героя, боюсь ошибиться, героя России или героя Донецкой и Луганской республики. Так или иначе, она погибла во время боевых действий на территории ДНР, НЛНР, Иловайск, Дебальцево и вот эти кровавые события 2014-2015 годов. Эта женщина поставлена в ряд, где фельдмаршалы, где главкомы, где князь Александр Невский, и предлагается провести параллели. То есть школьник, сдающий экзамен, должен, видимо, провести линии, соединяющие льдовое побоище Александр Невский, Полтавская битва, там Петр Первый или я уж не помню, кто Вчереметьев, Московская битва, герой-летчик Талаихин и, соответственно, специальная военная операция госпожа Качура. Ольга, если я не путаю. Таким образом, сегодня преподается история выпускникам российских школ. Мне интересно, что будет через ровно 50 лет, я не доживу, когда эти ребята будут отмечать 50 лет своего окончания школы. Что у них останется в памяти от истории сегодняшних дней, которая творится по горячим следам? И от того, как они сдавали этот самый ЕГЭ, на который их натаскивали в течение нескольких лет их учителя. И в течение этих нескольких лет натаскивания все время лавировали вместе с официальной политической исторической позицией российских властей. И в связи с ЕГЭ еще пару слов о моем любимом политическом персонаже, молодом красавце по имени Сергей Миронов, владельце пяти дипломов о высшем образовании, пяти жен, шести наградных пистолетов и одной наградной кувалды от Пригожина, одновременно возглавляющим фракцию партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Господин Миронову очень не терпится побороться за права трудового народа, в том числе школьного народа. И вот теперь он ополчился против единого государственного экзамена. Вот сейчас в качестве поводов была вот эта омерзительная скандальная история с тем, что у девушек в Воронеже под одеждой что-то звенело, да плюс то, что некоторые школьники в Нижнем Новгороде из-за сбоя системы электронных подсчета вот этих самых бюллетеней, как называется, ЕГЭшной, короче говоря, из-за сбоя в ней вынуждены были несколько часов ждать, пока сдадут экзамен. Господин Миронов связывает это все воедино, требуя немедленной отмены единого государственного экзамена как такового, вот этого самого ЕГЭ проклятого, который, видимо, уже 15 лет назад стал полностью официальным экзаменом в России. Надо его отменить, потому что это издевательство, это не учеба, это только натаскивание детей на результат, на заполнение вот этих клеточек и табличек. Это специально сделано и, видимо, пролоббировано педагогами, которые хотят зарабатывать на дополнительном репетиторстве. Ну а как же вот натаскивать по истории, там, я не знаю, по литературе, по всему? И это ведет еще к тому, что несет вред здоровью учащихся, потому что у кого-то диабет может быть, как говорит Миронов, а он не успел поесть, потому что там неизвестно, когда починят эту электронную систему сдачи экзаменов или учета экзаменов. А у девушек могут быть расстройства со здоровьем серьезные, в результате этого они не смогут полноценно рожать и воспитывать детей. Вот какая мощная логика у Титана мысли и лауреата наградной кувалды господина Миронова. Человека, который так борется за здоровье подрастающего поколения, что не так давно, вместе со своей женой, не знаю официально или нет, но точно пятой, формально говоря, усыновил двух детей из детского дома или из детских домов в Херсоне, завоеванном на тот момент российской армии, или в Херсонской области, уточню. Два человека, два ребенка, которые были вывезены со сменой фамилии и имен Читой Мироновых в Россию с территории Украины. Такую мощную заботу о детях демонстрирует глава этой самой фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, воюя против единого государственного экзамена. Но я хочу спросить господина Миронова, сколько лет, дорогой Сергей, вы возглавляли Совет Федерации? Я вам напомню, если вы забыли. Десять. Почти десять лет господин Миронов возглавлял Совет Федерации. Он был вторым или третьим человеком во всей системе власти России. И именно во время властвования или присутствия во власти господина Миронова, настоящей власти, не той, которую он сегодня осуществляет, работая одним из цирковых клоунов в Думе, именно в это время был введен государственный экзамен. Он был введен при вас. При вас. При вас, тогдашний министр, руководитель образования, в том числе министр образования Фурсенко, ездили по обмену опытом в ту же Англию, например, где единые экзамены давным-давно введены. Давным-давно. И, кстати говоря, где их сдают и сдавали российские школьники, которых отправляли туда богатые родители учиться. При вас, господин Миронов, был введен государственный экзамен, до этого тестировавшийся много времени. У меня к вам вопрос. Где же вы были тогда? Почему же вы позволили при вашем-то присутствии во власти 15 лет назад ввести такой жестокий, такой бесчеловечный, такой ужасный метод проверки знаний у российских школьников, каким является ЕГЭ? Вы не заслуживаете наградной кувалды за поддержку и развитие образования в Российской Федерации. Дорогие друзья, если у вас есть выпускники, если у вас есть те, кому нужно сдавать ЕГЭ, я желаю им, чтобы они все хорошо сдали, прямо на 100 баллов, и чтобы дальше у них жизнь была хорошей, и чтобы в ней не было таких событий, которые сегодня ставят в экзамене по истории рядом с ледовым побоищем, Полтавской битвой и другими битвами прошлого. Событий под названием СВО и им подобным. Подписывайтесь на наш канал Набутова в YouTube, приходите в нашу телегу Набутова, участвуйте в тамошней полемике, она очень горячая бывает. Ставьте лайки, если интересно. И до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok